и снова здравствуйте всем привет the brush 2020 в этом ролике хотелось бы показать как сделать именно руку руки потом понадобится именно для анимации но давайте рассмотрим этот вопрос так вот эти вот гадости арюмель конечно приятный ну надоедает иногда давайте их опять отключим тул бат и кому-то этот view отключим добавляем значит цилиндр вытягиваем левой кнопкой мыши edit нажимаем жмем full смотрим вы видите что модель большая слишком давайте немножко уменьшим теперь мейк поле мы же сделаем посмотрим что тут главное не сбиваться вот как сейчас вот произошло почему потому что включив теперь английскую x симметрию нужно вот найти и вот нарисовали симметрично так control z теперь все это дело давайте вытянем и все это дело уменьшим большая рука не нужна потом будет дай нам их плохо происходить но теперь все это дело вот так вот перекручиваем вот таким вот образом делаем саптулах так флорки можно включить делаем саптулах дубликат и вытягиваем дубликату так вперед смотрим что получилось получилось вот такая штукенция и давайте ты дубликат немножко так вот вывернем как бы так теперь его с плюс ним вот таким вот образом просто здесь более тонкая костью так вот идет мы все это дело можно теперь объединить включаем верхний саптул и делаем марк даун объединяем окей а теперь делаем геометрии сделаем дай намыш вот это слишком мало прибавим резолюции немножко вот теперь пойдет теперь это шифтом можно немножко выгладить и так вот рука намечена это вот типа основа будет как граф сайз поменьше делаем и теперь саптулах саптулах теперь добавляем аппент и добавляем сферу ну опять же проводим манипуляции уменьшаем ее нам такая сфера большая не нужна вот так вот еще немножко alt левая кнопка мыши можно приблизить чуть-чуть это дело сплюснуть и чуть-чуть растянуть много не надо вот такая штука можно делать конечно вот с одной сферы ну будем нескольких делать вот так это вытягиваем сюда теперь делаем дубликат shift левая кнопка мыши можно выравнивать так это теперь мы уменьшаем вот так это будет у нас плечо теперь возвращаемся на бицепс и делаем ему так опять же дубликат этот дубликат перетягиваем вот сюда это будет трицепс немножко его давайте верхний уменьшим вот так все это потом будет поправляться пока делаем наметку ну и опять же делаем дубликат и уводим вниз вот сюда немножко выкручиваем ну пусть пока так повисит вот таким вот образом получается конечно сначала не ахти как ну ничего теперь так вот этот бицуху трицепс еще подкрутим и делаем трицепсу теперь опять дубликат и уводим вот сюда вперед так и вот так его подгоняем и усаживаем чуть-чуть где-то так бицепс трицепс вот сюда вперед вот где-то вот так вот чуть-чуть перекручиваем конечно ну а теперь делаем опять дубликат и вытягиваем вот сюда вверх ставим вот так вот верхний вид немножко так вот уводим ну и немножко можно все это дело пока уменьшить так нам теперь понадобится что это делать заднюю часть плеча и переднюю эту давайте добавим включим включим первую нашу сферу или хотя бы давайте плечо выберем так это бицепс вот плечо и сделаем плечу дубликат опять это плечо оставляем а это левая кнопка мыши и транспозом можно вот так вот его увести и перекрутить и сплюснуть еще вот так это будет типа лопатка вот сюда вот так теперь переключаемся на само плечо и вот так это все дело вытягиваем и вот так все это дело подставляем так теперь нужно вот эту часть хотя бы частично добавить давайте сделаем дубликат теперь опять плечу ну опустим вниз вот так вот немножко уведем в бок немножко с плюс ним так вот так все это дело происходит а то вы не видите на еще с плюс ним еще перекрутим так и все это дело подставим вот сюда вот так вот таким вот образом и немножко перекрутим ну вот такая получилась заготовка руки это чтобы не накидывать и налепливать вот такая штука слов теперь нам понадобится мофф топологи кисточка и будем все это дело потихоньку моделировать ну моделировать давайте уже все это дело сразу объединим поднимемся на первый саптул и делаем merge down и просто все объединим вот так теперь в чем фишка у нас тут есть полигруппы мы можем имел так вот работать каждую полигруппу можем вытягивать корректировать как-то подгонять словом так вот эту часть вытягиваем чуть-чуть подальше делаем ее здесь пухлее здесь более вводим вниз вот так здесь делаем ее потоньше ну где-то шифтом можно здесь вот где кисть руки будет сделать поменьше и вот эту часть чтобы так сильно не выпирала дров сайс можно побольше вот так все это дело припустить вот это чуть чуть вот так вот тоже подкорректировать теперь вот эту часть вытягиваем как бы вперед вот сюда вот так здесь плечо накидываем вот таким вот образом это плечо чуть сюда уводим вытягиваем ее кон ну типа вытянутую делаем такую как капельку так что тут еще эту часть можно подсадить трицепс можно немножко увести бицепс можно немножко вот так под эту подмышку увести так ну где-то что-то в таком духе получается трицепс тоже корректируем натягиваем вот сюда вот так сильно чтоб не висел нижний эту часть уводим сюда это уводим вот сюда эту типа вот так вот корректируем так вот здесь у должно быть пространство вот тут эту часть вот так как-то разъединить надо а вот здесь она должна срастись но все равно разные части должны быть и немножко ее в руку усадить где-то в таком духе ну и дутую чуть-чуть сделать так вроде все так бицепс немножко здесь ужать чуть-чуть его тут сделать потонше здесь вот он соединяется именно как сказать вот с этой частью вот с этой здесь будет локоть локоть чуть-чуть и так выбирает здесь чуть-чуть поправляем и чуть-чуть уводим ну вот получилось где-то вот такая вот заготовка так здесь можно побольше сделать там обрежем что-то ну а теперь нужно в принципе все так вот уже подогнали вы то это уже можно срастить так здесь чуть-чуть потонше ну сейчас еще будем корректировать вот так как так вот эту часть чуть-чуть вперед вот таким вот образом теперь делаем всему этому ctrl w одну полигруппу вот так теперь все выглядит ну и в геометре делаем dynamesh так сетка немного плоховато чуть-чуть прибавим вот так будет нормально дровсайз теперь поменьше и можно немножко где-то что-то подгладить вот так сделать помягче здесь потоньше здесь сейчас еще долепим здесь вот подровняем ну а это вот эта часть ну а вот эту часть ctrl shift давайте и что ты обрежем где-то вот потом тут заполним учим это уже будет корректировка так вот эта часть нам пока тоже не понадобится сделаем теперь ну чтоб симпатичнее она выглядела делаем аппенд и делаем так ну давайте сферу добавим опять же уменьшаем ее в размере и подставляем вот где-то сюда сделаем типа как шарнир ну прикольней чтоб было так чуть-чуть еще его уменьшим вот так поднимем вот сюда так ну еще давайте продублируем его и вытягиваем вот эту часть сюда вот сюда подставляем а тут уже с помощью моф можно немножко его под мышку создать вот так где-то вот таким вот образом так немножко растянем делаем всему этому геометрии делаем дай нам и он полу д и вайды добавляем обрезаем так далор удаляем дивайды и обрезаем так смотрим что получилось ну все нормально теперь так эту сферу можно опустить вниз а руку объединить с этой второй сферой обрезанной мердж даун сделать control w и сделать опять же динамыш смотрим что то как все одна полигруппа здесь можно немножко выгладить так смотрим трицепс все это дело выравниваем выглаживаем где-то причем можно преподать чуть-чуть к верху вот так вот эту часть можно немножко вот так вот увести сюда таким вот образом здесь где-то приподнять трицепс немножко увести смотрим что тут так как выглаживаем ну вот уже нормальная наметка так здесь чуть-чуть вот так вот все это можно конечно еще пролепить добавить каких-то складок локоть до оформить вот здесь вот еще немножко подгладить выбираем кисточку вот эту клей билдер и вот ей тут можно немножко поднакидывать control z только сделать поменьше вот эту интенсивность я на двойке ну максимум на тройке работаю так удобный так здесь вот вот в этой части еще немножко докидаем тут есть такая вот как выпуклость и чем мышца на так здесь немножко шифтом чуть-чуть кладем здесь чуть-чуть продолжим так локоть через альт можно немножко здесь вот так обойти здесь это через альт чуть-чуть поддавить и вот здесь тоже вот таким вот образом сделать так чуть-чуть поменьше смотрим как выглядит бицепс альт он немножко вот здесь вот так оформим ну и с помощью бицепс немножко можно вот так увести и подровнять тут все чуть-чуть вот так и вот здесь вот есть еще одна мышца вот здесь давайте я сейчас вам покажу вот тут в этой части из подмышки выходит вот такая вот тут так так ну а также можно если кисточку побольше поставить можно вот так вот где-то до округлить где-то протянуть ну словом здесь уже вы разберетесь здесь уже пролепка идет так трицепс нужно тоже немножко тут до оформить вот так вот так локоть немножко тоже оформляем делаем здесь поменьше кисточку и уводим как вот такая штука и тут тоже сторону трицепса так локоть оформляется ну словом вот такой вот принцип так теперь давайте добавим кисть руки ну а кисти и балом можно добавить готовую если вы будете делать свою кисть то здесь опять же вам поможет ну давайте вот дубликат сделаем дубликат сферы и вот сюда ее перетянем здесь ее сделаем поменьше опускаем подтягиваем сплю с ним вот так вот здесь подровняем и вот так ну и немножко как бы вытянуть можно здесь теперь мофф топологи выбираем и вот так все это дело немножко ну придаем словом вот такой вид вот кисти смотрим потом все это пролепится нам теперь нужны пальцы чтобы не заморачиваться можно пальцы со сферы делать ну можно взять цилиндра выбираем цилиндр опять же делаем его поменьше нужно сразу сделать палец один а потом все это дело продублировать выбираем вот так вот палец делаем всему этому дайна мэш ctrl z резолюцию чуть-чуть поднять вот так нормально идет сохранение ну и вот что-то вот так выглаживаем и где-то вот так вот вытягиваем вот так вот теперь включаем кисточку клейбилдап и делаем три фаланги вот это одна вторая можно вот так вот замаскировать чуть-чуть control сгладить маску и просто вытянуть еще одну снять маску поднимаем так что это такое у нас получилось ctrl z, ctrl z, ctrl z руку можно отключить и вот теперь делаем полностью палец выбираем мофт Apology ставим кисточку и вот так все это дело сейчас будем превращать в палец здесь мы чуть-чуть вот так вот сглаживаем вот таким вот образом ставим x симметрию чтобы более-менее было здесь как бы фалангу уводим делаем потоньше вот так вот потом идет косточка и идет еще косточка вот тут вот такой будет палец а это уже будет стыковочная ну а теперь просто лепим его ноготь можно сделать маской делаем ctrl z и и попробуем все это дело поднакидать сначала немножко выдавим вперед вот так вот теперь немножко ее пролепим немножко сгладим замаскируем вот таким вот образом ну и немножко вытянем так вперед здесь тоже чуть-чуть дооформим сделаем косточку так вот здесь подожмем вот так вот и получается поднакидаем немножко объемчику вот так пальцы и и пальцы сразу лучше делать толще и подлиннее почему потому что когда вставляются кости это все дело очень плохо выглядит потом с тонкими пальцами вот так вот эти части вообще делать побольше а потом дооформим так ну вот где-то получился вот такой здесь еще складки там все делается пролепится давайте соберем ее пока так делаем палец вот втаскиваем его вот сюда ставим его вот так перекручиваем перекручиваем чтобы вам видно было что у меня сегодня мышка мокнет и теперь вот так все это дело подставляем включаем руку чтобы ориентир был перегоняем уменьшаем еще перекручиваем и подгоняем где-то где-то вот тут так немножко еще делаем поменьше пальцы сразу близко не ставьте вот лучше пусть пусть они будут на большом расстоянии где-то вот так и делаем дубликатами можно перетягивать ну потом корректировать плоховато их так вот теперь этот палец должен быть немножко побольше вот где-то так теперь опять делаем дубликат этот палец должен быть чуть-чуть поменьше и опять же его перекручиваем уводим в бок вот так ну а теперь мизинец опять же делаем дубликат вот так его тоже перекручиваем и вот сюда подставляем так чуть-чуть расстояние чтобы побольше было вот так наметка прошла теперь делаем еще один дубликат и сделаем вот с этого пальца теперь главный большой этот немножко перекрутим подставляем вот сюда кисти немножко его еще перекручиваем и опускаем как они живут замаскируем замаскируем перекрутим вот так ну а теперь дело вот за этой кистью со мной за основой ее сначала нужно нам собрать а потом уже будем ее корректировать так таким вот образом подгоняем ну а здесь уже мофт апологи вот так вот так вот вот так так и все это дело объединяем в одну писть делаем мерч даун и попробуем ее теперь подогнать так что такое так эту часть нижнюю вытавливаем верхнюю немножко тоже корректируем вот так вот вот эту часть сюда здесь большую палец вот так вот эту часть чуть-чуть вдавливаем так теперь делаем геометрии дай нам с конкурсет добавляем резолюцию побольше чтобы пальцы не срослись вот когда вы делаете дай нам и а дальше друг от друга стоят тогда вы видите что внешний вид их не срастает так вот этот палец слишком большой не беда он стал и немножко его подправим так теперь что здесь рисуем вот так вот лепим здесь вот так вот пролепливаем здесь через альт немножко мягкие добавим вот эти вот части через альт здесь вот так вот все альт в вот и вот и все Продолжение следует... Продолжение следует... Подшаманится и будет она... Вообще классная... Но время уже нету... Ролик... Так что-то затянул я... Все... Всем пока... До свидания... Продолжение следует...